кабачок-мабачок нарубал нарубал бам-бам-бам соль перец все до свидания и как его колеси не это как как называется блюдо или тайсон как блюдо называется а ты готовил такое тайсон нет я тоже не готовил привет друзья рады вновь вас еще раз видеть сегодня мы вас немного побалуем начнем из такого исторического блюда филе дижон из курицы почему филе почему дижон объясняю филе куриное мы используем если у вас куриного нету вы можете использовать телятину да вот миша из молдовы говорит да значит да вот и естественно такой вот дижон горчица такая до зеленого мы его будем использовать она достаточно интересный пикант дает вов во вкусе что для этого нужно принципе если у вас под рукой есть цукини или же кабачок или же болгарский перец и как в колесине это к баклажан вот да баклажан то есть я же беру всегда баклажан кабачок и перец если у вас нету того или иного ничего страшного можете готовить начинаем мы изначально из естественно сковородки мы его включаем на 1000 там вы там дома разберетесь опять же друзья повторюсь мы готовим для наших как милый того замечательно поразительно гениально берем филе куриное она у меня уже зачищена я ломтиком его нарежу миша ты хорошенько вот видишь как я красиво делаю заметил да она просто или сильно ношу острый или у меня так получилось вот нам нужно где-то на одну порцию около 80 грамм но если вы сильно голодный можете больше взять вот и мы вот вот эти полосы то что нарезали то на три части делим каждую штучку такие брусочки получаются у нас да вот и когда мы их нарезали вот у меня где-то я еще одну возьму мы их нарезались ждем пока мисс сковородка нагреется немаловажно добавляем масло если есть у вас оливковое масло можете еще добавить оливковое масло я добавляю температуру это мы ждем пока мисс масло хорошо прогреется параллельно мы берем наш кабачок кабачок мабачок вот если кабачок спелый то при нарезке он получается лопается в конце значит продукт достаточно уже можно использовать его и также сама наш продукт который там есть да вот мы его также сама берем брусочками нарезаем сто лет нож уже в руках не держал ребят вот брусочками нарезали и так же сама каждый инди гринт вы вот это нарежем немного видите у меня параллельно масло нагрелась вы берете каждый кусочек отдельно ложите для чего чтобы дать форму потому что когда мы еду использовать и короче в рот берем вот то немаловажно сама форма вот эстетика да как говорят наши сейчас модные кулинары вот эстетика еды обязательно должна присутствовать вот это у нас жарится пока мисс не переворачивать куриц как и женщина вот раз взял держи а потом переворачивать это был сейчас юмор да нет слов мечта но тут надо было смеяться да вот это мы все от двигаем желательно смотрите есть поочередность овощей и смотрите чтобы равномерно был равномерно был нарезана форма нарезки если вы сама мясо возьмем птицу это мясо да назовем если взяли брусочками значит вы должны и все остальные инди грин ты по этики должны брусочками нарезать если одну тоньше нарежем другой толщую естественно у вас получится непонятно что да вот и мы еще сюда грибочки добавим грибочки ребят вот если без баклажана у меня сейчас нету баклажана да можно обойтись вот без грибочков нельзя обойтись естественно у меня все овощи почищенные да или как они называют вот я его прям прям этот чуть-чуть зажарю видите так курица которая готова она уже сама вот поднимается а то которая не поднимется мы его поможем чуть-чуть руками вот пока миха на жарится не солим не перцем ничего не делаем пока не что нам дальше остается мы возьмем видеть поочередно у меня идет сперва идет у меня перец потом суки кабачки идут потом грибы и в к в оконтовке у меня пойдут черри черри немного надо всего лишь чуть-чуть температуру дали да он бланшернулся и все вот это вы вот так чуть-чуть ведь и вот вот это корочка для чего я вот такую корочку даю да на самом деле здесь не горячо если вы думаете этом пальцами лажут яж перчатка вот эта корочка дается для того что я туда смотрю да для того дается для того дается вот чтобы потому что после курицы пойдет овощи а очень обязательно пустят сок естественно чтобы вот этот сок не был побочным эффектом для курицы до чтобы он остался карамелизированный у нас вот с помощью большой температуры да я его немного закарамелизировал и можно сказать уже перец можно кидать курицы много не надо 59 градусов температуру тела и да он уже готов вот кидаем это также сама сюда чуть чуть больше уже температуру даем и чаще переворачиваем это блюдо вы можете очень быстро приготовить вот принципе я надеюсь наш миша из молдовы не обрежет много это готовится 10-15 минут вот когда мы это кинули мы кидаем цукини данный момент нам нужно чтобы сковородке чуть-чуть преобразовалась вода или же добавить немного масла почему объясняют овощи какие бы они не были они любят масло вы заметьте мы не даем воды мы не даем ни соли ничего она сейчас сама красиво станет вот пока мисс это все жарится вот я и грибочки уже кидаю да вот вот она жарится у нас блюдо практически готова ребята это очень быстро вот допустим супруга поздно приходит а муж раньше пришел нарубал нарубал бам-бам-бам соль перец все до свидания блюдо готово девушка пришла уставшая супруга ваша пришла уставшая смотрит муж хозяин приготовил такой шедевр ребята готовьте очень редко для своих это была шутка тоже хорошая шутка миша я понял ты где-то ты уже кушать хочешь да дайте мне соусник пожалуйста я у себя сзади буду пользоваться потому что не решил сюда выставлять одна украинка другой из нигири говорю дайте сотейник снегири принес соусник а украинец принес отменить ну где-то так на это блюдо который я продиктовал приблизительно 80 грамм филе куриного с каждого овощей где-то 50-60 грамм это мы дома готовим да 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 мы напишем в описании и где-то 50 грамм сливок 50-60 грамм зависимости от жирности вот я беру такие у нас уже 18 до или 2 18 ли 26 да вот наши овощи доходят и мы такую хитрый сделаем вот в этой сливки да мы добавим дижона и это у нас будет основной суд почему же называется столовая ложка 25 грамм да вот мы его перемешали но вы тут должны быть бдительны к этому соусу теперь добавляем в конце видите перец дайте мне оливковое масло пожалуйста добавляем соль морскую и добавляем немного оливкового масла соус доводим до кипения с обязательно возле него находясь и перемешивать его потому что опять же сливки чтобы они не не загустили это обычный домашний рецепт из того что в холодильнике было называется и немного через свежего добавим да чуть-чуть вот но тут самое главное это наш ребята соус который вот закипел видите да вот мы поливаем его ям на него его не должно быть много но не должно и мало быть отлаживаем его берем немного базилика если у вас базилика нету ничего страшного вы можете что-то другое взять ложим базилик и у меня под рукой свекольный этот этот трава короче ну вы поняли в конце добавляем если у вас есть соус песто добавьте немного соуса песто и вы вам это блюдо очень понравится пишите комментируйте где обязательно вот вот такое ставьте всем спасибо за просмотр хорошего вам дня